здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас пойдет речь о наушниках с микрофоном свин ap u 990 м в я являюсь пользователем данных наушников не снимаю как бы живое видео потому что у меня просто отсутствие какой-то приличной камеры и поэтому пока я снять не могу но я сейчас я просто на своем компьютере покажу вот у меня драйвера установлены расскажу именно как пользователь не просто как человек который как бы думает как они работают скажу как пользователь внешний вид ребят скажу честно вот эти вот все расскажу сразу очень и очень классный внешний вид удобный однозначно сидят на голове на уши не давят а голове вот это вот мягкая на насчет в голову вам не давят уши вам виски вот где находится уши вот это место не сжимает летом жарко ли это к это получается какая такая как кожзам вот потеют ну конечно немного есть вот вокруг немножко как бы все прикосновения потеть звукоизоляция очень хорошая микрофон вот этот вот он поднимается вот до такого уровня и вот где-то до 40 вот где получается вот до этого примерно уровня поднимается это как бы максимально уровень которого можно наступить сам микрофон опустить сам микрофон гнется влево-вправо как бы вы можете его под себя подделать вот он очень удобный изгибается как бы сам вся вот это вот получается конструкция она очень удобно гнется и как бы очень удобно выставить себе если на трогал сейчас какие-то помехи случайно наверно внес но это вы знаете что я как бы даже в этот момент когда показывал я гнул свой микрофон вот значит они выдвигаются регулируются в общем сидят на голове удобно звук по звуку чуть попозже микрофон микрофон вот сейчас вот как открытная сейчас идет запись на мой микрофон без всяких улучшайзер без ничего вот как вот принимает моя встроенная звуковая карта realtec овская в материнской плате так он принципе и воспроизводит звуком я доволен ну как бы голос он не искажает придает как бы его 11 без каких-то заметных шумов ну достаточно нормально работает действие что скажу я когда ставил программ обеспечения с диска почему не захотел устанавливать я зашел на официальный сайт производителя скачал драйвера и установил они тогда стали очень диска почему-то устанавливаться не захотели не знаю почему в общем не захотели и все значит что вот это такое это получается пульт на проводе провод около 2 2 по моему 2 метра с копейками сейчас только конкретно пройдемся по характеристикам я вам прочитаю вот этот пульт он очень удобный потому что если вдруг самое интересное иногда бываешь вот это колесико как бы регулятор громкости он сам по себе вот как то вы где-то задеваете вон как бы прикручивается и звука нету и когда вы допустим делаете запись там какого-то какого-то что-то делали обзор и записали включаете воспроизведение а звук нет вы сразу не пугайтесь а не думать что она себе переделать попробуйте сразу это колесико сделать громче тише и потому что скорее всего она выключилась это это тумблерочек это выключение микрофона это просто декоративная к эта кнопка она никакой функционального действия никого не врастет никого цвета там из нее ничего не идет короче в общем никакого светодиода там нету просто пульт немножко неудобно потому что когда вы стоите возле стола он постоянно иногда пытается зацепиться за стол за кресло чуть-чуть но принципе как бы большого неудобства она не приносит иногда цепляется иногда нету какого-то заметного неудобства не приносит ребята вот что дальше это идет в комплекте внешне звуковая карта юсб вы подсоединяете его получается это включается включается микрофон изначально как бы вы включается включаете у вас внешне включенные наушники и микрофон значит вот это вот выход у выход на микрофон это выход или на колонки наушники что хотите подключать и можете сразу два устройства как бы подключить но у меня подключены подключены только наушники то есть у меня сюда вставлен гнездо штекер наушников mini jack а сюда микрофон вот вставлена у меня юсби юсби 20 я вставлял не на 30 не пробовал вставлять материночку вот как бы здесь у меня звук выкрутен на максималку на максималку потому что то получается двойная регулировка звука вот этим вот колесиком и вот этим я это я это колесико получается изначально ставлю на максималку а тем как бы регулирует чтобы он к нам не мешало есть попробовать и я бы миска я как бы сказал не знаю как слышно меня не знаю вот как бы вот такое вот ребята что удобно как не знаю пользуется это внешне звуковая карта удобно да удобно значит что драйвера внешне звука карты сейчас я покажу потому что есть кое-какие нюансы вот они своем один gaming headset сейчас мы их откроем я вам покажу так скрывайся выход что вам сразу надо знать если вы нажмете на просто на спикере на микрофон вот у вас кроме этого ничего не выйдет для того чтобы зайти настройки микрофона вам надо навести курсор мышки на микрофон и нажать на правую кнопку тогда у вас открывается контекстное меню значит что мне счета дискредитации 48 килогерц я поставил себе лучше изначально было стояло 44 и 1 я поставил 48 рельговка громкости вот у меня как она была как изначально поставилась по умолчанию я даже не трогаю у меня принципе устраивает все в этом отношении я не так ну акустическое эхо волшебный голос можно менять как будете как девочка греть как такой грубый мужик как уточка и как какой-то тираннозавр я пробовал ну прикольно но но не более того как бы усиление микрофона изначально она как бы включено дальше заходим во вкладку спикеры регулировка громкости она вот как установилась когда я удара драйвера поставил изначально так так она и стоит у меня вот считать ликвидации тоже ставлю 48 вот кстати это не обратил внимание на спикере вот эквалайзер включить эквалайзер я включаю а у меня он был выключен иногда кстати иногда ребята вот я у меня здесь пресета есть видите вот выставляете вручную и вот есть вот такая вот потому что те которые пресеты идет как бы вот эти вот джазы там час вот они никуда не годятся вообще ужас вот потому что я себе выставил вот взял поставил себе там включил плеер включил себе музыку разную и настраивал себя как бы эквалайзер сам вот если вы назвал этот профиль здесь вот когда бы называя здесь вводите имя потом делайте вот на дискет когда выставляете полностью вам нравится уже звучание вы настроили как хотели звук вот берете и ребятки сохраняете вот у меня real sound есть вот такая вот штука мануал вот ну по-моему достаточно все как бы просто что там еще но это включить 7.1 это как бы я не знаю это я я не я не пользуюсь ребят если честно этим но тут настройки очень и очень обширные то есть здесь может это центр это левый это сабвуфер это центр это левый динамик это правый это получается у вас боковые это задние фронтальные то есть можно вот отдалять как вы хотите например я вам просто покажу вот отдалять можно там то есть мне это не интересно поэтому я этим не занимаюсь как бы мне не интересно как бы эта настройка вот куча настроек можете поиграться мне это просто не интересно мне она не надо вот ничего здесь не включал ничего изначально включала ничего не трогал это расширение как бы динамического диапазона тоже не включал потому что я изначально настроил через эквалайзер вот за ребята если у вас начинает нужно писать плохо знаете что иногда вот этого галочка снимается вы заходите открываете получается и нажимаете на иконочку открываете настройку заходите вы заходите в классе и ставите галочку вот вот это уровень ну то особых настроек тут нету как бы разберетесь как бы достаточно все легко не сложно и в то же время как бы ну я не знаю но мне настройки как бы устраивает от и до как бы наушники скажу честно я наушниками доволен звучание очень-очень эта вот коробка идет такая изначально вот такой коробки нашла наушники стоят свой денег однозначно да я их покупал где-то примерно где-то за 45 долларов ну за эту цену если честно я разные варианты смотрел за эту цену как бы ничего лучше вы не найдете откровенно говоря вот давайте пойдем пройдемся по характеристикам вот значит мини джек три с половиной миллиметра ну мини джек два на три с половиной там вернее даже три это получается это внешняя звуковая карта внешняя звука я карту так пишется вот длина кабеля два и два метра может быть очень длинный как бы он такой в оплетке не сворачивается звук 7 1 виртуальный импедант 32 ома часов 20 до 20000 через 105 децибел диаметр динамика 50 миллиметров динамические частотный диапазон микрофона микрофон и частотный диапазон от 30 до 16 герц килогерц вернее очень но я скажу честно я наушниками доволен микрофоном тоже записью голоса своего довольна думал что будет каким-то шумами с какими-то свистами ничего этого нет никого не слушаете там наушники очень приличные и стоит чтобы их купить вы как бы но это как бы я не знаю есть конечно наушники покруче но они стоят ребята в на порядок выше для своей цены я считаю что наушники очень удобные универсальные и звучит и запись хорошо делать на них вот голос нормально пишется на них без искажений без свиста без там не искажает его я как бы выслушал свой голос я в принципе вы также воспринимаю как бы живую голос я как бы нет у меня каких-то там что я как мне кажется мой голос чуть-чуть по-другому они похуже как бы воспринимать нет с голос записывать нормально и звучание наушников для своей цены если поиграться внимательно слушайте меня поиграться с эквалайзера настроить нормальные настройки себя выбрать звучание очень-очень прилично так что ребята рекомендую к вам покупки покупайте получать удовольствие спасибо за внимание всего доброго встречи